Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня видео будет динамичное и практичное. Мы сегодня будем работать с исходным файлом Togo. Это продолжение серии уроков. Продолжение серии уроков сейчас. Видео крутой Python. Зачем я его записываю? Записываю я его для участников школы и для тех, кто хочет посмотреть, чтобы поднять планку. Так как мы начали курс ООП и будем учиться читать исходный код. Ну, ребят, тут извиняйте, я кроме того, как semi-freshed полуфабрикат, ничего не придумал другого. Поймете, паттерном я это не могу назвать, но именно такой метод чтения кода исходного работает вкупе с документацией. Учиться мы будем у профессионалов. Это код App приложения от Togo, от Russell Kate'a Magi, одного из ведущих разработчиков Django. Вдумайтесь в его слова. Питон зарекомендовал себя как высокопроизводительный язык, доступный для новичков, но мощный в руках экспертов. Почему бы вам не использовать его везде, где нужно сказать компьютеру, что сделать? И разве ваши инструменты не должны использовать все возможности Python? Сегодня именно к этому вопросы относятся. Учитесь писать такой код, и вам не найдут замены. Итак, еще буквально одну минуту, так как могут смотреть новички. Я сразу добавлю, у нас начался в разделе разработка, вот так надо нажать категорию, Python OOP. Здесь начался Python OOP особым способом. О том, что это за способ и как это делается, я хочу, чтобы вы посмотрели видео. Тут будет определенное количество видео. Очень крутая методика. Вот посмотрите первое. Будут другие видео, то есть первые уроки я покажу, как парень, который уже пишет, растет, да? Который может уже работать с файлами, то есть считывает, умеет работать с документацией, умеет работать со всем. Но OOP, как он считает, еще плавает. Я тоже так считаю. Но будет скоро профи. Следите. Тоже эту ссылку добавляю. Посмотрите. В общем-то, ребята, смотрите, что будет в описании видео. OOP в школе, посмотрите. Чем круто OOP в школе Бусановского, чем отличается от любых других курсов. Отличается точно. Во-первых, вы проходите самостоятельно по вопросам. То есть все, до всего доходите сами под руководством. И пришли, если новички, то посмотрите видео Python с нуля. Также есть еще такая вещь на главной странице. Еще видео крутой Python. Здесь очень много видео. И какую-то ситуацию со своей вы найдете. То есть для прорыва в мозгах. Итак. Приложение Togo. Предыдущее видео мы уже посмотрели некоторые моменты. Теперь хорошо бы почитать код. Давайте вспомним, что мы сделали вообще в предыдущий раз. То есть мы с вами написали кратенько функционал для того, чтобы только понять. По сути дела класс, который мы сейчас будем рассматривать. Windows Set, да, от Metable Set. Это именно этот класс и добавляет окно, которое мы писали. То есть вот оно добавилось. Иными словами, теперь давайте понимать логику Расселла Кейтамаги, логику свою. И все-таки по-другому я не могу назвать. Назовем это уж извините. Полуфабрикат. По ходу видео для новичков я буду сопровождать знания, которые надо уже знать. Все это и есть школа. Приходите в школу и все научитесь. Итак. Для начала посмотрим. То есть мы увидели, как добавляется. Мы видим Metable Set. Вы не знаете, я точно знаю, что этот класс есть. Поэтому мы копируем вот этот импорт и набираем. Работаем сразу с документацией. Нам надо контейнеры. Когда мы проматываем, мы видим вот такое количество контейнеров. По сути дела, сразу запоминаем, это уже есть готовые заготовки. Обращаю внимание, Рассел Кейтамаги, он не стал изобретать велосипед. Профессионалы никогда не изобретают велосипед, а делают то, что можно сделать коротким путем. Итак. Этот класс, как вы увидите в конце, и мы проработаем вот эти данные методы, да, или магические методы. Здесь нет ничего лишнего. Только то, что надо для выполнения задачи. Это и есть признак профессионализма. Ничего лишнего. Итак, смотрим. Metable Set. Для новичков, возможно, ничего не говорит. Для меня говорит Set. Это множество. И действительно, мы убеждаемся на этом, если открываем Collection, да. Но если мы немножко знаем Python и работаем с документацией, а вы будете сейчас знать, то я показываю. Открываем документацию, открываем библиотеку, открываем встроенные функции и ищем S. Когда мы находим S, мы видим Set. Вот оно. Итак, какая информация нас интересует. Set это множество. Нас интересует, что это итерейбл. И сразу я говорю. До этого надо пройти итерации. Для новичков отвлекусь буквально полсекунды. Зачастую мне ребята пишут примерно такие письма. Я просто прочитаю, а вы не делайте эту ошибку. Здравствуйте. Хочу научиться программировать в качестве стартовой точки. Выбрал создание сайтов на базе Django. Прошел пару бесплатных курсов на степике по Python. Пытаюсь учиться. Вот здесь он написал. Я не собираюсь быть программистом. Либо я себе придумал, что если я буду проходить уроки, я буду программистом. Не будете. Это 100%. Привожу разницу. Итак, я перед этим сказал, что надо пройти итераторы. Чем отличается школа Бовсуновского от любых других курсов? В школе Бовсуновского есть система. За основу системы берется не последовательное прохождение уроков, что абсолютно бесполезно. Вот мы сейчас находимся на сайте, да? Сейчас пойдем дальше. Открываем документацию, открываем туториал. Как правило, на всех курсах проходят последовательные уроки. И по сути дела ни на чем нельзя заострить внимание. Новичок путается. И в результате получается, пока он прошел все уроки, до сюда дошел он забыл, потом пролетел функции и так далее. И пошел. Этот метод не работает. При таком методе никогда человек писать не будет. Единственное, что у него будет каша в голове. Чем отличает школа Бовсуновского? Есть вещи, которые надо знать, они должны отлетать. Эти вещи легко очень определить. Вот они. Если вы откроете любой файл, любой совершенно языка, вы увидите def, 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 def. Вот это Python, да? Это будут либо функции, либо методы. Это и есть основа. Все остальное можно изучать в абсолютно любом порядке, не имея значения. Поэтому, по сути дела, мы начинаем с определенного места. Следующий момент. Скажите, пожалуйста, честно, ответьте сами себе. Для вас функции, классы, это разные вещи. Нет, это поле одного ягода поли. То есть, ну вы поняли, да? Поле одного, сейчас, сейчас, как это правильно сказать? Одного поля ягоды. То есть, это целое, да? И это происходит с участниками школы. Так, поехали дальше. Так вот, когда вот есть такой парень Денис, большинство ребят, которые мне пишут, в принципе, письма нашей школы, они работают просто, повторяя, допустим, за Денисом, есть ребята, которые пишут, вот действительно откровенно в группе, много видео выложено мной по этому поводу, да? То есть, как люди растут, как начинают писать. Так вот, Денис работал практически месяц с итераторами и уже пишут, что все, не прилипает, заканчиваю. И на самом деле, в тот момент он еще не понимал, сегодня понимает, да, уже, что он чуть не загубил. Вот поэтому мы сегодня говорим о полуфабрикате. Иными словами, да, он работал со справкой, да, он работал с кодом, да, он работал с моментами. Но не произошло главного, когда считается материал отработанный, когда есть полуфабрикат в голове. Что такое полуфабрикат, вы отлично знаете, допустим, с кулинарии. Это может быть котлета, голубец и все, что угодно, да, с которым можно, допустим, котлету взял, поменял форму, вот вам биточек. Не нравится котлета, добавил риса и сделал суп с фракадельками и так далее. То есть мы можем применять, как хотим. Иными словами, это, как я могу применять. Именно это запоминается. Потом, когда я ему дал задание, что поработай, так и с итератом, выбери, выбери, как это работает. На что он написал, скажу честно, радости мало разбирать кот, написанный серьезными людьми. И тогда я ему написал, а зачем учиться программированию, если не серьезно? А почему вы считаете Денис себя несерьезным программистом? И на сегодняшний день, да, но тем не менее задание он выполнил. Я сейчас не буду показывать, мы сейчас ранее в видео показывал. Но по сути дела, давайте я расскажу пока на словах. Что он понял? Там была ситуация такая, одна из ситуаций. Есть набор каких-то элементов. Один элемент удаляется. Как проверить оставшееся количество элементов? Конечно, при помощи итерации. То есть пересчитать. Иными словами, это Денис запомнил. Конечно же, вспомнится документация, вспомнятся методы, все прочее. Запоминается именно полуфабрикат. Где я могу применить? Это все как в жизни. Именно в жизни такая ситуация запоминается. Почему? Потому что когда у вас, например, есть там 2 килограмма яблок, но нет сетки. Ну что вы можете сделать? Абсолютно верно. Выняли майку как в детстве. Насыпали яблок, понесли. То есть вы понимаете, что с этим можно сделать. Да? Что это будет типа пакета. На сегодняшний день этот человек очень прекрасно разбирает уже нутро джанга, разбирается во вьюхах, расписывает классы. То есть все у него получается и у вас получится. Погнали дальше. Итак, мы с вами остановились на том, что посмотрели, что это сет. Иными словами, это множество, которые применяют. Но тем не менее, почему Рассел Кейт Маги выбрал здесь множество? Это все очевидно. Давайте откроем программу и запустим ее еще раз. Вот она запущена. Скажите, пожалуйста, окно привязано к конкретной кнопке. Имеет значение, чтобы это была последовательность, как список, как, допустим, кортеж? Нет, не имеет. Почему? Потому что просто-напросто событие вызывается по определенному событию. Пусть не кнопки, но будет что-то происходить. То есть одно сцепляется с другое. Поэтому то, чтобы элементы расположены были в определенном порядке, здесь не имеет значения. Второе. А что имеет значение? Да чтобы окно не было продублировано. То есть, иными словами, не было копии. Иначе просто Python не разберет. Ну, за это можно не переживать, сами по себе множество этого не допустят. Давайте это посмотрим. Сразу на практике, сразу смотрим. Так, секунду, ребят. А то я тут подкрывал столько. Итак, погнали. Сначала самое простое. Множество это тип данных. Но, как они обозначаются? Пишем простое А, присваиваем значение. Вот так. Как словарь, да? Можно ли так присвоить множество? Давайте проверим. И здесь пишем. Определяем тип. И смотрим. Абсолютно верно. Ничего не получилось. Получилось дикт, то есть словарь. Python не распознал. Значит, как надо делать множество? Мы сначала должны присвоить, что это множество. После этого мы можем уже взять конкретно само множество. То есть тип А и проверить, что в этом случае получается. Сет. То есть мы видим, что это множество. Теперь мы можем смело брать само это множество. А присвоить значение множество в данном случае. И писать. Пусть это будет Win1, Win2, Win3. Это окна. Просто я пишу как строки, для того, чтобы у меня нет переменных. Win2. Win3. И я попробую добавить еще одно Win3. Ну, будем считать, что я ошибся и написал ход неверно. После этого я здесь еще вот так сделаю. Выведу А и посмотрим. Вывелось Win1, Win2, Win3. То есть повторяющиеся элементы множество удалили. Иными словами, работая с множествами, это надо учитывать. То есть множество для работы текстов как тип данных не подходит. Потому что если будет слово с двумя буквами одинаковыми, то одно оно просто удалит. Почему? Но для окон абсолютно подходит. Теперь мы говорим о полуфабрикате. А вы соображайте, да? По сути дела, что мы сейчас делаем? Мы с вами знакомимся и отрабатываем Metable Set. То есть делаем первый вывод. Если у нас есть любая абсолютно программа, это какой-то набор страниц или набор элементов на странице, где вызывается по какому-то действию ссылка, запас кнопки, где не имеет значения порядок, где нет по срезам. У множества нельзя излечь определенный элемент, потому что это не последовательность, где можно посчитать. Они просто расположены. Там подходит множество. Но у Python есть интересный вот этот Metable Set. И мы смотрим начальное. То есть начальные данные, которые необходимы по минимуму, это метод Contains, iter, len. Дальше, add, discard. Ну, в принципе, все довольно понятно. Но давайте выяснять это практическим путем. Сначала, прежде чем практически выяснять, по крайней мере, какие-то вещи мы можем уже себе объяснить. Итак, давайте объяснять. Следующее. Сначала пробежимся именно по-простому, да? По-простому. Извините, придется мне вот так класс. Сейчас я запомню, все будет нормально. По-простому. Пробежимся по методам. Первое. Смотрим здесь метод add и метод discard. Ну, логично, наверное, понятно. Да, ребят, смотрите. Ведь один момент, сейчас вот я тормозну. Как часто приходят люди в школу после курсов, да? И говорят, как обычно. Я знаю init, да? Вот метод init, начальные данные, и все. Дальше ничего не знаю. И вообще не знаю, как применять эти методы. Очень важно, и есть понятие полуфабриката, я еще раз прошу прощения, я не хотел, но я не знаю, как это назвать. Но это не паттерн, это не шаблон. Это, грубо говоря, как у нас нечем нажать капусту, мы можем ее нажать чем? Допустим, передним тормозным диском, закутаю его в пакет, да, и нажать. Либо камнем, либо кирпичом. Иными словами, мы можем сделать действие. Как, ну, я и называю это полуфабрикатом, оно понятно. Давайте посмотрим. Окно нам надо добавить, удалить? Надо. Значит, нам подходит. А теперь смотрите, очень интересный момент, который я хочу вас сразу настроить. Здесь есть контайнс, мы разберем, и трлен. Но, как мы видим, здесь, здесь, Рассел Кейт Маги добавил еще два метода, и ад, и суп. И вы тоже сейчас узнаете. То есть, делаем вывод. По сути дела, если мы берем определенную коллекцию, то что-то в нее добавить можно. Мы даже могли бы сами написать эти методы без, без, значит, импортирования, как делают в Джанго, да, в других ситуациях. Но в данном случае это было просто не нужно делать, Рассел Кейт Маги. Это я так понял. Поэтому, давайте сначала возьмем, скопируем этот код, немножко упростим, чтобы понять. Итак, и пробежимся, да. Вот мы скопировали, мы Table Set. Далее мы, конечно же, импортируем, чтобы это был у нас полноценный класс. Далее, вот эти методы пока не трогаем, мы сейчас разберем чуть попозже. Возьмем IterContains и сюда вставим. Так, 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 что-то оно у меня тормозит. Так, и теперь запустим. Запустим, да. Попробуем создать экземпляр класса. Сейчас получим исключение, скорее всего. Смотрите, да, у нас здесь, у нас здесь, что, мы init не добавили пока. Ну, хорошо, сейчас добавим. Давайте сначала добавим init. Я хочу, чтобы вы посмотрели, мы посмотрим с вами вместе, да. Сразу добавим init. То есть, init это начальное условие. Потом мы это все проверим. Shift, Enter. Создадим экземпляр класса. Все это мы изучаем. Обратите внимание, по сути дела, какое должно быть по нашему исключению. Ребят, теперь для новичков говорю. Возвращаюсь к тому тексту. Если вы решили изучать язык, прошел пару курсов у нас по степику, да. То есть, ребят, не занимайтесь ерундой. Не придумывайте себе никогда такие вещи, что если я буду что-то проходить, обязательно будете писать. Не будете выписать 100%, пока не измените подход. Что значит? Параметры, то, с чего начинается работа над файлом, они должны считываться моментально. Если вы смотрите даже секунду-две и решаете, что это такое, значит все хреново. Значит, кол с минусом. Значит, все очень хреново. Значит, программировать от вас очень далеко. Значит, вы просто лентяй. Значит, просто валите и подметайте улицы. Если вы не хотите просто себя заставить, что сделать? Поработать. И вы мне скажете, что программистам стать трудно. Скажите, пожалуйста, если есть задача, вопрос в другом. Вот, смотрите. Вот этот парень, он до сих пор, он пока просто не знает. Он проходил уроки. Он прохлаждался. Он соизволил пройти уроки. Давайте его называть программистом. Нет. Программирование здесь не видно и не видно не будет. И он лезет в джанго. Хорошо? Поэтому просто тупо запоминаем. Три вещи, которые должны уже у вас отлетать до работы с классом. Считывание параметров, применение параметров и исключение. Потому что куда вы полезете, а мы сейчас посмотрим, что вы будете делать. 100%. Итак, рассуждаем. По сути дела, у нас есть по минимуму один позиционный параметр, который требует на вход передачи одного обязательного аргумента. Ап. Ну, вполне логично. Ведь не может же окно существовать само по себе. Оно должно быть привязано к платформе. Посему? По сути дела, должно быть выведено исключение, что не хватает. Но все-таки метод выводит, что нам не хватает чего? Метода len. Все правильно. Потому что мы видим, что contains iter len. Итак. Добавляем метод len. И теперь запускаем программу. И, скорее всего, мы должны получить что? Правильно. Мы должны получить что? Почему? Потому что необходимым условием является ад и дискард. Два метода, которые предусмотрены. Эти классы разрабатывал еще разработчик Гвидовам Росом. То есть разработчик. Значит, они будут работать основатель Python с иголочки. Мы сейчас с вами пока сделаем следующее. Мы сейчас с вами добавим эти два метода. Но упростим немножко. Потому что нам надо разобрать смысл, а не писать полноценную программу. Это не стоит. Поэтому Windows мы убираем, чтобы не импортировать класс Windows. Да, еще не нагружать нас. Нотации убираем. Потом просто разберемся, что это такое, для чего. Ну, скажу сразу. Нотации, они не играют никакой роли. Но они говорят о профессионализме. В данном случае, на самом деле, нотации нужны для того, чтобы работать с другими программами. Например, программа MyPy. Иными словами, вот мы берем MyPy документацию. Профессионал. То есть, вот видно профессионала. Почему? Потому что он позаботился о том, как будут работать люди с его продуктом. Иными словами, нотации указывают тип. Это что-то более похожее на языки с статической типизацией. Но это делается только для того, чтобы другим программам было работать удобнее. И используя их много. Но MyPy вот мне нравится. То есть, вы можете настроить, и когда вы будете ваш код писать с нотациями, то с ним будет удобно работать. Это признак профессионализма. Поэтому мы здесь ставим просто пас, ничего не делать, но просто, что метод должен быть. Второй метод мы добавляем дискард. Наше дело разобрать сам механизм, а не писать полноценную программу. Пишем self и пишем пас. Ничего не делать. И теперь мы попытаемся опять запустить нашу программу. И смотрим, да. И вот тут мы начинается. А я вам еще 20 минут назад говорил, что сделает большинство новичков. Которые говорят, что я посмотрел курсы. Ну да, я ничего не понимаю. Учись добро, добро учись. Смотри, хорошо. Пошел, покушайте, сходи. А вот потом все, посмотри, добро учись. Ребята, не занимайтесь ерундой. Если Бовсуновский говорит, да, у Бовсуновского пишут, что ребята, вот есть параметры. Надо их, чтобы они отлетали и исключения. Потому что если вы начинаете набирать типа вот такой ерунды, а теперь давайте уберем Windows Z, да, то есть более конкретное. И оставим просто позиционный аргумент. А потом посмотрим. Сейчас еще уберем, что так, 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 так. Сейчас посмотрим. Up уберем. Здесь поставим, например, там XXX. И здесь мало, да. Но мы видим, сколько людей просто-напросто, иными словами, просрали это. Куда ты, бляха-муха, лезешь, тупень ты? Что там лезть? Что говорил Бовсуновский? Вот это должно отлетать. Куда ты полез в поисковик? Ты кто? Лузер? Лазить будешь по гуглу? Или ты будешь писать код? Или начнешь, не жопая, головой думать? Что здесь написано? А? В том-то и дело. Вот таким способом прошел пару бесплатных уроков. Никаким программистом вы не станете. Вы будете обычным пользователем Google лазить и искать примерно код, который... А исключение, которое примерно похоже на ваше. Что? А что здесь непонятного? А непонятно одно. Что, проходя функции, надо было получить хотя бы, ну, 200 таких исключений, чтобы все было красное. Тогда бы вы запомнили. И уже бы, ага, я это знаю. А где это? Скажите, пожалуйста. Лучше знать или лучше искать? Самое страшное, что это станет вашим стилем. Если вы сомневаетесь в том, что я говорю, то выключите это видео и попытайтесь описать до конца хотя бы этот кусок кода. И если не можете, значит, вы просто не можете. Значит, все ваши курсы, которые вы проходите, это ерунда. Они вас ничему не учат. Потому что есть вещи, которые должны отлетать. Которые есть ваше ядро. Которые влияют. Есть вещи, что... Плюс работа с документацией. Плюс работа с исходным кодом. Плюс система работы с кодом. Смотрите, как всего много. Ребят, ну, 15 лет работать с языком, и все станет вам понятно. Ну, зачем ждать 15 лет? Договорились. Итак, не хватает одного позиционного аргумента. Правильно. Значит, давайте сделаем так. Так как мы рассматриваем сейчас, мы app этот уберем. Потому что здесь в файле вполне понятно. Здесь ниже идет класс app, да? Но нам... Мы не собираемся писать главное окно, а рассматривать. Поэтому app мы вообще уберем для того, чтобы нам меньше кода писать. Мы бы могли там опять написать там типа класс, но не будем на это отвлекаться. А вот эту строку оставим. Она нам интересна. Итак, по сути дела, сейчас наш класс должен заработать. Не надо на меня обижаться. Не надо. Итак, это он начинает тупить. Значит, надо перезапустить ядро. Когда мы перезапускаем, должно все-таки сработать. Это уже тупит просто. Сработало. Итак, ребята, смотрите. Давайте сначала посмотрим, что будет передаваться вообще. Возьмем наш класс. Windows set. Только возьмем help. Мы можем уже посмотреть. Да, вот. Отлично. Что это за коллекции? Дальше мы видим, что передаются обязательно методы. То, что мы add discard. И здесь же мы читаем начальные. Это init. Да, будет. Далее все доступные методы. В принципе, мы можем и так их узнать, просто введя dir. Как наш класс там называется? Windows set. Правильно. И видеть все доступные методы для данного. Всего их, ну, по крайней мере, ранее было. Сейчас, наверное, больше. 127. Но 127 не надо. Да, их много сильно. Это те, которые доступны. Все ли мы будем использовать? Навряд ли. Пока мы вот это дело закомментируем. Для того, чтобы просто не проматывать страницу. А будем знать это как возможность. Поехали дальше. Ну, давайте смотреть. Эти методы мы немножко разбирали. Значит, ну, add я не разбираю. Добавление окна, это понятно. Удаление окна, это понятно. Это зависит от самого кода. Ну вот, метод и ад, и и сук. В принципе, скажите, пожалуйста, ну, давайте пробовать, что это такое. Давайте смотреть. Для этого нам надо просто, что сделать, открыть исходный код. Посмотреть нашу программу. Итак, смотрим. Сначала я хочу продемонстрировать еще раз программу, чтобы вы увидели. Мы набираем создать окно, да. И вот, размеры окна не изменяются. Видите, что написано, да. Теперь смотрим сюда. Значит, первый метод делает что? Плюс, равно. Иными словами, это называется сложение на месте. Что происходит? Вот мы написали верху, значит, верху переменную создали, что не изменять размер. И вот она присвоена. На самом деле, вот этот метод, что он делает? И он очень-очень полезный. А, стоп, я вот так буду делать. Он делает следующее. Вот этот метод. И ад. Как мы видим, ад виндов, да. Что он делает? Вот это значение, не изменять размер, он присваивает левому операнду. А ведь это и есть оправдано. И это и есть правильно. Смотрите, что происходит. У нас появилась вот эта переменная, которую мы здесь вот писали. Не изменять размер окна. То есть, по сути дела, вот эта вот переменная присвоилась чему? Левой части. Это называется сложение на месте. Плюс и равно. Оно очень часто используется в программировании. Посему, где вам в программе надо сделать, чтобы просто, грубо говоря, добавить иное значение, плюс значение, то вы просто используете именно этот метод. Он очень простой. Ну, соответственно, уже не буду даже рассказывать, соответственно, что метод и суп, то будет делать обратное. То есть, минус равно. То есть, удалять что-то. Посему мы видим, что Russell Kate Maggi добавил эти два метода для того, чтобы можно было присваивать какие-то значения окнам. Например, не увеличивать размер. Или размер иметь только 300 на 300. Или там делать что-то, что окно должно делать. То есть, у нас появляется возможность бесконечно писать новые какие-то команды для приложения. И это делают эти два метода. Скажите, пожалуйста, я что-то рассказал сложное? Встраивается в логику. Можно применить. В Жанго применяется. Вот тут применяется. Где хочешь удобно. Так добавляйте. Что здесь сложного? Остальные три метода, они были вбиты. И тем не менее, у них есть определенное предназначение. Ведь не зря же Russell Kate, то есть Gwidovam Rossum вбил именно их. И в принципе, о чем он беспокоился? Давайте подумаем. В первую очередь о безопасности и о том, чтобы все операции прошли успешно. Согласитесь? Согласитесь. Давайте посмотрим метод, начнем с чего. Ну, давайте сделаем следующее. Возьмем этот метод contains и возьмем действительно наш self-элемент. Давайте попробуем поработать именно с ним. Так, значит, единственное, что мы не возьмем self-элемент, а мы будем работать с экземпляром класса. Windows-self-элемент. Мы потом рассмотрим, что это такое. Элемент. Давайте посмотрим. Set, да, все правильно. Это действительно у нас множество. Почему? Потому что мы видим функцию. Пока это оставляем. Теперь давайте, так как мы уже это set, давайте мы window-элемент. Ну что ты, подхватил? Эй, тупень, тупень, тупень. Присвоим значение множество и сделаем то же самое. Где-то мы писали win1, win2, win3. Сделаем пока таким способом. Попробуем. Так, все отработало. Скажите, пожалуйста, логично было бы сделать, чтобы можно было провести проверку, существует ли элемент. Вы скажете, конечно, логично. Иначе мы бы, что, на слепую. Поэтому давайте попробуем проверить. Проверить довольно просто. Понятно, что мы это будем проверять программно. Но наше дело сейчас, смысл понять, как это работает. Итак, win4, ведь его у нас нету. In window. Win of set. Shift, enter. False. Но ведь правду, да, вот вы видите, да, нету. Теперь давайте вторую строку введем, такую же, но введем win3. И проверим. Иными словами, true. То есть, да, действительно, такое окно, как win3, у нас существует. По сути дела, у вас просто не получится добавить или запустить окно, которого не существует. Когда разрабатывал данную коллекцию Russell, то есть, гвидовым ростом, он об этом позаботился. Этот метод вы будете использовать очень часто. В принципе, давайте попробуем найти. Ведь понять замысел его банально просто. Для этого надо просто использовать документацию. Откройте документацию, введите этот метод, и вы обязательно найдете много вещей. Например, вот он используется e-mail. Далее, можно просто здесь, это не описание метода, это просто как он используется. Давайте посмотрим. Так. Возвращаю true, если объект сообщения имеет поле с именем name. Соответственно, делается без учета регистра, и используется оператор in. Нам что надо знать? Значит, что это более выражение true, false при проверке, и как используется при помощи оператора in. Все, достаточно. Дальше, любые. При помощи if, при помощи print. Вот так вот это делалось бы программно. Да, если мы хотим проверить эту программу, то мы пишем условия. Если такая-то переменная есть, значит, там бла-бла-бла, дело то-то, то-то, то-то. Так же эти, я хотел бы, наверное, чтобы вы сами поискали. Давайте я кое-что уже для вас сделал. Сейчас я посмотрю. Э, где оно делось? А, вон оно. Оно убежало. Так, 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 так. Если мы возьмем модель, дата модель, то, в принципе, мы начинаем здесь видеть эти методы. Нам надо просто найти этот метод в любом месте. Да, мы, по сути дела, можем использовать поиск и нажать контайнс. Мы, когда его нашли, мы просто на него нажимаем, и обязательно мы перейдем уже к объектам, где описаны другие методы. Да. И можем поработать с документацией таким образом, чтобы выяснить все о правилах применения этого метода да в разных ситуациях. Значит, в данном случае при работе с объектом, да. Значит, следующая, еще одна вещь, которую я вам не сказал, упустил. Вот сейчас передо мной доступна. Мало того, кроме этого, он проверяет, находится ли объект с целью. А ведь именно это здесь и предусматривалось. Расселом Кейта Маги, если мы посмотрим вот этот момент, да, закрылись мои окна, наверное. Значит, мы их откроем сейчас. Так, 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 это не то. Это немножко не то. Ладно. Иными словами, это очень важный момент. Идет проверка на, значит, то, что является сельф. То есть, иными словами, проверяется принадлежность сельф-элемент, скинет. Да. Это архиважно. То есть, получается, мы выполняем две задачи. Существует ли элемент и принадлежит ли данные, данные, сейчас, 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 данная переменная, находится ли в сельф и инет. Я не смотрел пока другие варианты, просто мне этого достаточно, но я вам показал способ, да, что, в принципе, понятно. У нас идет проверка. В данном случае четко видно, идет проверка значения. Мы это видим по слову value. Что это, если мы return value in self-элемент? Это абсолютно то же самое, если бы мы писали, да, примерно, да, там, допустим, это другая ситуация, но принцип действия for и in там, и наша переменная variable. Иными словами, что происходит? Ключевое слово for и временная переменная. Здесь тоже получается value, это временная переменная, куда просто все складывается в данный момент. Поэтому она и, в ней все и проверяется. В данном случае мы видим, что он поставил это как обязательный позиционный параметр. Почему? Потому что это должно быть обязательно прописано, да. Но это все происходит на автомате. Но другие два метода, iter я не буду рассматривать принципиально, потому что с ним надо работать хотя бы 2-3 недели, чтобы понять это и какие бы бывают итераторы. Это можно работать только в школе, да. Но я скажу одну вещь. Что итерации будут присутствовать 90% в случаях кода. Почему? Потому что всегда нужно что-то пересчитать, уточнить, выделить, провести цикл for. Одно понятно, когда есть итерация, то жить можно. Здесь мы четко видим, что метод iter. Ну, во-первых, когда мы смотрим на метод iter, давайте мы его наберем и посмотрим, что вы будете делать. Только не надо набирать метод iter в интернете и читать разную ерунду. Хотя много там и правильно пишут, но мы возьмем, сделаем так, iter python org. Так, это build function, это немножко не то. Переполнение стека меня много, когда расстраивает, но тут, наверное, напишут правильно, особенно по джангу расстраивает, когда читал про реквесты, да, то ужас, голову берешь. Одни слушают дураки, вторые рассказывают дураки. Итак, понятно. Значит, функции мы сейчас эти закроем, но я, так как открыл их совершенно случайно, скажу. Правильно, iter нам нужен для того, чтобы вызвать функцию iter, да. мы находим буквочку i, и здесь обязательно найдем функцию iter, да. Теперь нам надо найти iterable, да, и здесь мы можем прочитать, но по сути дела я рекомендую сделать следующее. Сейчас мы это прочитаем, и возвратить объект литератора, и так далее. Давайте я покажу, что я хочу сейчас сказать. Значит, хочу я сказать сейчас следующее. Смотрите. Ой, бляха. Почему здесь находится iter? Ведь сам метод iter, что он делает? На самом деле он делает, проверяя сам объект, является ли объект итерируемым. То есть, иными словами, а можно ли этот объект пересчитать? Например, список, множество, множество тоже можно пересчитать. Мы говорим, что это не последовательность, то есть элементы не расположены строго по порядку, что можно, допустим, излечь вот с этого места первое окно, с этого второе. То есть, излечение по среду, или метод getItem, здесь не будет работать. А оно здесь и не надо, тем более, множество убирают, мы с вами говорили, повторяющиеся элементы. Но для использования программных элементов, такие как окна или веб, допустим, когда все зависит от чего-то другого, чтобы не было повторений, то это прекрасная вещь. То есть, наконец-то узнаете, как использовать множество. Поэтому, в первую очередь, метод iter здесь проверяет, а является ли вот этот список, который мы написали, ведь как рассуждал Гвидом Амрасом? А хрен его знает, что он здесь напишет. Вот здесь я не сказал, что это Russell Kate Maggen напишет. Хрен его знает, что мы напишем с вами. В данном случае написано, что это set. Все верно, это множество. И этот метод iter, он определяет, да, set я могу проитерировать. То есть, я могу для него вызвать метод iter. Ну, а вы сейчас что делаете? Правильно, всей толпой. Что берем? Открываем сайт. Python. И, что делаем? Правильно. Открываем документацию, и, грубо говоря, пошли в глоссарий. И ищем, что такое, что? Не, ребята, не iterация. Ишь вы, какие быстрые. Итерацию вы будете изучать, будете по-нормальному изучать, если придете в школу, либо будете кастрировано изучать на всех курсах, как там ребята иногда пишут. Мы долго-долго изучали типы данных, вот, а одну секунду скажу, итерация это тоже есть. Мы ищем последовательность, последовательность. последовательность будем искать. Эта, Энта, вот она, вот она, изучайте, добро, добро изучайте, смотрите, не жрать, не пить, изучать, изучать, изучать. Итак, ребята, запомните, я просто хочу сказать, насколько серьезные итерации, поэтому приходите в школу. Итерациям надо узнавать, отдавать несколько недель, минимум 3-4 недели, одним итерациям. Ну, вот это уродство, да, не обманывайся. Я прошел пару бесплатных уроков, на степике, все, охуенный, я охуенный программист, никогда не будем так писать. Ребята, не делайте этих ошибок, и этому парню говорю, я надеюсь, ты меня, Макс, услышал, не занимайся хуйней, иди заниматься нормально, один раз, и на все время, и для всех языков. Вы решаете этот вопрос для абсолютно всех языков, поняли, да, поэтому новички сейчас, что делают, берут ручки в зубы и записывают. Сейчас пиздуем и узнаем, что такое итератор, итерация, итерируемый объект. Эти три вещи вы должны понимать, вы должны читать документацию, вы должны видеть. При этом, то, что вы занимаетесь ерундой, да, вот тут остановлю, маленький момент, фрагмент. Вы приходите на курсы, где, там, увидели, на курсах на сайте написано, у вас работа обеспечена, и вы себе думаете, о, ура, моя задача, что, отходить на курсы, и я похожу, значит, буду писать, как, что потом происходит на практике, на практике вы походили, вам начинают рассказывать, бла-бла-бла, вот это типы данных, и забыли. А что вы поняли типов данных? Правильно, нихуя не поняли. И начинаем думать, а что ж это такое? Ты знаешь? Ребят, типы данных изучаются в три этапа. Этап номер один, когда вы просто с ними знакомитесь, и ни хрена не понимаете, этого достаточно, научились писать список, и с полуобломками хорошо, когда вы изучите функции, начнете их применять, немножко легче, но когда вы, в конце концов, начинаете изучать класс, как мы видим, тут iterable, getitem, lean, то есть, надо немножко работать с классами, да, чуть-чуть. И на самом деле, все проще, если мы изучим последовательность, что такое последовательность? Это, наверное, какие-то законы, ну, например, последовательность, можно пересчитать, иными словами, список можно пересчитать, можно, кортеж можно, иными словами, изучим последовательность, нам не надо лезть документацию, мы и так уже знаем, что можно делать со списком, кортежем, словарем по ключам и так, просто, просто но тут мы видим это рейбл это рейбл и начинаем читать бла-бла-бла-бла-бла-бла но мы об этом пока ничего не знаем поэтому мы берем и понимаем одно я не хочу быть тупым, я хочу быть хорошим программистом, но если ты хочешь быть хорошим программистом, значит ты берешь и слушаешь Бовсуновского твои вот эти сопли, что я скажу на курсы мне там расскажут это все хуйня ты берешь ответственность на себя и говоришь я беру сейчас отсюда и три недели ебашу итераторы, все сказал Бовсуновский, как отрезал через три недели я должен примерно видеть следующее это описание в Юхе когда он добрался до Джанго в Юхе начал разбираться в Джанго и описывать эти файлы вот его строка интервьюруется на вход в словарь, применяемый метод такой-то вот оно слова вот, вот то, что надо начал видеть начал правильно обзывать начал видеть понимаете? вот это ваша цель это ваш результат это то, что я говорю полуфабрикат это то, что раньше он мучил, да работал, да он поработал с изотульф поработал с итератором потом говорит, все все, не прилипает все, все потом, потом, потом я говорю, стоп! сейчас надо залезть в файл записал аж три видео потому что видео вижу, парень вкалывает, да и это другим ребятам по споре, да они смотрят и тоже понимают, что да, вот это поработаю потому что у кого-то есть неделя у кого-то два дня но все растут вот что важно и когда он начал выделять именно в исходных кодах что делает итератор это вот эти полуфабрикаты запоминать а потом уже начал называть как это нужно все пошло но для вас еще есть кое-что то, что вы сейчас еще не поняли но я вам скажу и вы точно поймете запомните вы никогда не поймете последовательность если не будете работать с итераторами считайте упустили итераторы все ребята 90% в коде вы будете их использовать если вы будете там делать по шаблону или так не, ребят так не пойдет дело вы программистом не станете вы будете просто лазить по поиску иными словами будете лузерничать это вам не надо есть разные вещи когда вы залазите в документацию я же не против Google но не надо делать так как делают большинство просто идут в Google вот Денис в одно время написал наконец-то здания пошли с головы а не с Google вот это был тот момент истины когда у него пошло так вот сначала документация а потом смотрите что делают другие люди вот такой момент надо делать погнали и нам остался метод LEN ну здесь совершенно все просто здесь видя на метод LEN он в принципе что делает просто вызывает встроенную функцию LEN мы встроенные функции с вами смотрели и здесь на бочку L мы можем найти функцию LEN по сути дела по сути дела мы что делаем это узнать длину три штуки три штуки все правильно вот они раз два три все все бьет иными словами но этим не ограничивается в данном случае Russell Kate Maggi у него была задача только добавить окно при этом он четко описал обратите внимание учитесь как он пишет он написал что все вполне понятно первое метод добавления окна вот один метод от тога вот от Windows плюс равно да соответственно будет и минус равно и либо тога Windows то есть все методы у него здесь описаны теперь давайте посмотрим на сам этот файл значит целиком иными словами теперь нам понятно замысел вот этого файла полуфабриката и мы можем для себя сформулировать как мы его можем применять в будущем первое сделаем вывод мы пока отбрасываем вот эти два метода и ад и и суп по умолчанию он в принципе поддерживает что это ад дискард то есть два метода удаления добавления чего-либо нам нужно в любой ситуации дальше три метода лен констант контайнс и итер три метода которые совершают чудо для нас при этом обратите внимание Russell Kate маги везде все сделают в одну строку self элемент self элемент то есть в данном случае все довольно четко итерация элементов пересчет добавления да когда надо если далее проверка значения в self элемент и значение мы проверяем понятно что он автоматом проверяет и принадлежит ли self и третье пересчет да количество все это может дальше применяться нами в процессе как вот мы с вами добавляли окно и ставили допустим плюс равно в коде и отрабатывал тот или иной метод то есть да вот плюс равно нон резиды виндов да нон резиды виндов также используя любые элементы кода и выполняя действия мы четко понимаем когда мы открыли кроме документации что нам доступно но вы знаете здесь есть одно когда доступна итерация и цикл for а это мы определяем по методу iter да то жить легче становится у нас сразу развязываются руки при этом не забывайте что есть у нас это set множество само по себе поддерживает огромное количество методов нам осталось разобрать с вами вот эту только строку последнюю да что это за строка этот тип появился не так давно но вызывает трудности участников школы люди говорят вообще не понимаю не понимать здесь нечего это стала запись проще но для новичков получилось что довольно много вещей да то есть как это правильно сказать я хотел сказать по другому то есть непонятно непонятно ну давайте попробуем более упрощенный вид вот у нас iterable я попробую сделать так iterable присвоит значение 1 iterable присвоит значение 2 iterable присвоит значение 3 одна и та же переменная абсолютно разные значения теперь я пишу я не буду уже возиться сейчас с этими с множествами просто так в списке проще наверное показать и так теперь стоп я здесь напишу вот так iterable 1 iterable 2 iterable 3 здесь я беру iterable 1 iterable 2 iterable 3 отлично при этом смотрите стоп что я сейчас хочу сделать немножко не то сделал сейчас я по-другому немножко переделаю давайте я сделаю вот так пусть это будет up 1 up нет 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 так плохо получится сделаю проще a b c так будет проще надо проще чтобы поменьше слов было a b c теперь возьму это рейбл вообще пока уберу возьмем up вот так будет понятно пусть это будет платформа и здесь я пишу так и короче a b c вот так будет точно понятно то есть есть список есть a b c я дальше пишу if обратите внимание я использую всегда одну и ту же переменную up if up да если a и пишу win присвоит значение a ну пусть один у нас будет там размер или что я не знаю сейчас пока так дальше я пишу elif up up в другом случае win присвоит значение b win это пусть будет у нас окно иначе опять пишу переменная up присвоит значение c и а вот здесь я все равно со списка выведу множество set up так 1 2 3 есть при этом теперь смотрите такой интересный момент ребят смотрите вот здесь в множество да в список может добавляться все что угодно оно все равно выведет потому что это множество но теперь давайте посмотрим другую запись вот у нас ну возьмем элемент да элемент мы могли расписывать так но это я сейчас скажу ну наверное немножко неудачный пример но не хватает времени сейчас подумать но сейчас более точный сначала сравним итак на первом месте судя по той строке пишем что будем использовать это довольно просто set мы будем использовать множество почему потому что мы здесь вот вывели да set множество если мы уберем отсюда вот даже сейчас какой-то элемент то несмотря на цикл оно все равно множество выведет то что есть то есть при любых обстоятельствах да при любых обстоятельствах оно выведет то что добавлено множество сейчас мы не ставили какую-то дополнительную задачу но теперь разбираем эту строку потом еще кое-что посмотрим возможно set сначала мы записываем функцию в начале то что будем использовать в конце то что нам надо сделать с этой функцией пишем set up пусть будет up вот наша up bc сейчас да наша вот список да мы пишем up вывести up то есть что используем в конце что вывести теперь обратите внимание здесь есть оператор из лезем в документацию и читаем и читаем из и ноны ноны это и операторы тип данных и это вообще фишка используется сейчас нету времени о ней рассказывать поэтому ясно что надо изучать в данном случае из проверяет принадлежность к одному и тому же элементу это одна из задач из иными словами давайте сейчас вот здесь вот добавим еще вставка ячейка ниже и проверим так 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 как здесь проверить попроще ага значит up у нас есть а здесь проверим up из ноны да и отработаем так стоп up из ноны false правильно правильно а теперь теперь посмотрим на наш реальный код на наш реальный код здесь написано iterable присвоить значение ноны правильно вот если здесь убрать присвоение а присвоить какое-то другое число да или там какое-то значение то в принципе это было во-первых неправильно во-вторых получается что заранее знало сколько надо там добавить окон и провести это было бы неверно значит знак присвоения значения здесь имеет важное значение давайте попробуем сделать так ап присвоить значение ноны а теперь проверить ап из ноны true да иными словами из проверила что ап и ноны принадлежат одному и тому же участку памяти то есть проверку мы должны проводить однозначно дальше то есть идет у нас проверка проверка согласно тому значению вы заметили разницу да что проверка на ап и с ноны когда они не были никак связаны то есть ноны само себе ап само себе то оно сказала false это не принадлежит одному и тому же объекту это не одно и то же вы еще сами понаходите примеры у меня нет сейчас часу на это а когда мы присвоили значение то получилось что ап и ноны принадлежат одному тому же объекту значит дальше что мы делаем после set пишем нашу проверку здесь у нас получается сейчас ап да получается ап ну надо было написать это рейбл ну ладно не будем заборачиваться раз уж ап сделали значит дальше пишется if что проверяем ап то есть наше предполагаемое множество не важно что это было списком но это будет на выходе множество да его мы проверяем что мы сравниваем ап и ноны принадлежат одному и тому же объекту вот оно здесь это параметр то есть именованный параметр да это именованный параметр но мы все равно должны проверить проверить обязательно то есть принадлежат ли они одному и тому же объекту далее пишем else else здесь пишется в коротких всегда по одной простой причине мы сейчас с вами попробуем и увидим что будет else это не обязательно но мы попробуем сначала сделать вот так так абсолютно верно то есть else не включено хотя в обычном коде мы могли бы else выключить давайте попробуем ну сами попробуйте уже поэтому else потому что нас устроит любой вариант даже если бы мы написали каким-то образом иначе вывести там следующее да то все равно нам надо в любом случае вывести up set set нас да то есть нашу последовательность поэтому вставляем else и на самом деле теперь мы выведем элемент и проверим мы включая вывели set да set что это последовательность а теперь давайте попробуем вместо элемент поставить win посмотрим что произойдет 1 а1 мы присваивали а обратите внимание так как мы все равно написали да а1 а2 то есть как-то присваивали и далее сделали саму последовательность да потому что win мы присваивали значение да то отработал следующий сценарий win а да и отработал давайте попробуем здесь добавить а которого нету да и теперь отработать set а почему а потому что ребята а а потому что ребята а потому что ребята мы кое-что наверное сделали неправильно вот здесь у нас смотрите up else видите мы напутали в коде но я это сделал специально и видите пошла ерунда она выводит set но пустую ничего не выводит что-то пошло не так потому что если мы здесь исправим на win так смотрим что-то опять пошло не так ну на самом деле все действительно правильно просто-напросто у меня запуталось ядро я его перезапустил перезапустил запустить все то есть я вижу что все нормально в общем-то можете поэкспериментировать и я закомментирую сейчас могу раскомментировать эту вещь так теперь убираем да вот это условие то есть оно заметило ну это жупитер ноутбук тупит да ядро сделаем так да сет ну я говорю тупит немножко ядро просто так вот тупит да так не буду уже ковыряться не буду переписывать но это будет работать иными словами давайте рассмотрим на коде еще раз вы потом сами покопаете сначала мы прописываем функцию которую будем использовать в конце мы пишем если так попроще да по простому объяснять по простому функцию и что надо вывести да то есть что на вход дать в функции далее записываем условия в данном случае если itrable is non принадлежат одному и тому же объекту потому что проверяется is вот это вот условие проверится и оно отработает в данном случае если мы посмотрим то else здесь даже не будет просто else здесь пишется потому что конструкция так устроена да в данном случае запись в одну строку без else не просто не напишется хотя else это не обязательно условие нам главное проверить что itrable и non то есть именованный параметр есть относятся к одному и тому же участку памяти давайте мы чтоб не оставлять этот пример еще кое-как проверим во-первых возьмем уже нормальный элемент элемент присвоит значение пусть это будет список и пусть это будет фи дальше второе элемент значится два присвоит значение и это будет тоже фи реально абсолютно реально просто разные переменные указывают на одно и то же значение теперь давайте отработаем это да теперь давайте сделаем так элемент равно элемент два именно равно true а теперь проверим элемент из элемент два фалс ведь это не одно и то же да значение одно на переменные разные тогда сделаем по-другому то что у нас элемент присвоит значение элемент два теперь проверим элемент из элемент два true абсолютно верно почему потому что теперь уже ссылается на одну и ту же область памяти отлично это и так понятно далее мы могли написать немножко по-другому давайте попробуем написать это как функцию чтобы понять вот как это работает все-таки и так мы могли если бы не было этого короткого мы подписали у нас было бы элемент функция да скорее всего это рейбл ноны далее вот тут мы можем уже просто тупо скопировать эту строку да потому что она уже у нас как раз бьет то есть вернуть единственное что нам надо бы сделать что а ничего нам не надо сделать запустим теперь элемент если если мы посмотрим сейчас что будет function элемент все правильно вот параметр то есть сделаем вот так ошибки не выглядит не вызовет эта функция что set да дальше проверили help function элементы модули майн да то есть функция все нормально ну пусть будет ага все отлично отработало вывело множество да множество где есть один элемент давайте попробуем сделать еще шесть элемент здесь не даст добавить почему потому потому что мы получается добавили один позиционный параметр то есть так не будет работать все нормально все правильно по сути дела нам надо было чтобы эта функция отработала нам надо было сделать немножко по другому например вбить эту функцию мы просто изучаем возможности давайте сделаем так то же самое только функции мы бы должны были что сделать сначала определить элемент присвоить значение set да теперь теперь но так как эта функция мы здесь просто делаем так так что мы думаем пока все теперь мы берем элемент копируем эту строку вернуть понятный элемент вернуть смотрим что происходит называем фан пробуем 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 все все нормально да то есть по сути дела а умножество это я говорю если функция умножество большое количество операций где можем добавлять удалять то есть на самом деле ведь если это именованный параметр то он не принимает там обязательно строку он принимает любой тип в данном случае мы получили бы то что хотели то есть вариантов много но сам факт что эта строка отработала правильно вот это называется вот эта строка она не так давно появилась трехместное выражение if else но давайте еще раз разберу чтоб вы не заморачивались потому что да можно вот так рассказывать можно было бы еще 10 раз прописать просто нету часа уже да и прописаться и сно но я думаю вы это сами справитесь но в самом деле ребят читается буквально просто назначили переменную начало то что хотим использовать конец то что хотим вывести далее if проверка проверка согласно в данном случае того что есть параметр это именованный параметр не забывайте что попробуйте допустим здесь здесь вот здесь вы можете проверить но равно там 5 да int iterable то есть иными словами число 5 оно не смогло провести итерацию да то есть элемент не поддается никак и тогда попробуем ввести здесь строку да и попробуем сделать вот так то есть вы берете варианты пожалуйста вывело множество да вывело множество но вопрос вопрос есть и iterable и с ноны да ноны у нас получается как бы сейчас выпадает поэтому внимательно смотрим да то есть мы опираемся на что на именованный параметр ведь нам надо проверить что что и iterable и ноны принадлежат одному и тому же элементу иными словами окну ноны тоже отдельно почитайте все else просто нужно здесь в конструкции потому что других условий у нас нету еще могли пописать кода но уже хватит с этого занятия теперь я хотел сказать заострить внимание на очень важный момент и многие ребята из вас что делают приходят решают задачи ну то есть я иду на сайт там много задач человек написал вот у вас 300 задач и вы их решаете я решаю вчера решаю потом вчера решаю завтра решаю а как ты будешь применить а пока никак но я решаю решаю ну решай решай ребят это ерунда это ерунда смотрите вот когда мы рассматривали файл и решаем задачи так это получается у нас появляется смысл мы знаем зачем и что проверяем а просто сложите два числа о здорово это уже напоминает вы знаете что бестолковую трату времени есть понятие того когда это приобретает смысл для вас если мы посмотрели вот это начинаем с этим работать но нам мы понимаем зачем у нас привязано то есть то что мы будем использовать можем и знаем зачем использовать если мы берем разбираем метод и ад кстати берите теперь разбирайте вы можете их отдельно написать ведь вы четко понимаете потому что что мы сделали мы кроме того что поняли мы еще посмотрели как это в коде посмотрели на окне вот оно отобразило что значение левому вот теперь мы можем четко брать джупитер ноутбук и выводить при работе с этими методами отслеживая что действительно левому операнту присвоило значение но у нас появился смысл относительно чего применять относительно реального кода реальной ситуации реальному мы понимаем это и есть здание полуфабриката это у нас появляется замысел и мы все можем забыть но если мы собираемся писать программу вспомним о точно я смогу применять как там посмотреть код да поэтому никто ж не против то заниматься я говорю о том что надо все делать со смыслом вот это дает офигеннейший результат давайте посчитаем что мы сделали разобрались поработали немножко со справкой раз разобрались винтов сет и мотейпл сет два посмотрели логику работы программы три и то все очень коротко посмотрели методы зачем они для чего что добавлено самому выяснили что мы можем в этот же мотейпл сет можем без него использовать можем в него добавлять свои методы плюс мы еще не использовали возможности множеств мы поняли где можно множество понимаете сколько за это короткое задание пользы вот это есть вот это то что приведет к профессиональному коду вас а то что вы там решаете задачи я прошел пару уроков это ребят перестаньте ерундой заниматься хватит себя обманывать если я буду что-то делать стану этим ничего ничего не получится то же самое что вы придете хотите этот автомобиль ремонтировать допустим стать мастером я вам говорят слушай парень или там девушка вон автомобиль и идите там крутите и все это делаете а не не это же там ничего не понятно там еще и книжки начитать вот забор есть гайка и крутим я ж кручу но обязательно я стану мастером ведь я ж кручу так вот ребята вам что главное писать или программировать или стать профи извините меня но если вы заходите в исходный код при этом профессиональный и его читаете и понимаете то это наверное точно приведет к профи я ж вам показывал парня который писал сначала ой это тяжело а когда-то он написал очень интересный вес до этого когда это число 25 сентября сейчас февраль 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 конец 23 это 25 сентября 22 сентябрь то есть октябрь ноябрь декабрь январь февраль 5 месяцев и так ну-ка ну-ка дорогие сейчас я вас по носу нащелкаю а сколько вы занимаетесь программированием вспоминайте и что ничего не получается допустим если вы занимаетесь год и вот так как я разобрал не разбирая эти файлы которые мы с вами разбирали тогда вопрос да что же надо менять правильно подход вот тогда тогда незадолго человек написал Денис так ощущение такое что смотрел сериал из тысячи серий но никак не мог найти первую серию это тот момент когда он начал писать он был определенное время в школе да уже довольно давно сначала никак не мог въехать но потом мы собрали функции в общем много работы переделали это все его сообщения то есть открыты и и вот у него тот момент когда он начал писать а вот сейчас спустя пять месяцев он уже спокойно спокойно разбирает исходные коды джанга которые большинство из вас постоянно посмотрят да я там вообще ничего не понимаю но при этом он только начинает изучать ООП хотя он ковыряет ООП но мы только начали сейчас профессионально с ним изучать да и другие ребят школы само собой поэтому если у вас что-то ребята не получается то это надо изменить подход всего лишь это единственная причина когда программирование может не получаться спасибо за доверие все получится понравилось видео ставьте лайки извините я без подготовки поэтому пришлось наобум все писать spb-tut.ru смотрите видео о которых говорил да посмотрите почитайте я там еще добавил некоторые все спасибо за доверие все получится еще хочу записать сейчас по этим классам да по ООП все а да еще одно дорогие мои не надо придумывать что вы не программист не надо читать извините за выражение за мат хуйни что это надо мышление приобрести вот если вы не могли магазин сходить взять сетку выявить маршрут понять что со списком надо идти и не в хоз магазин со списком для продуктов а в этот продовольственный то извините это и есть мышление программиста просто обзовите это все терминами программирования а как мыслит программист по другому что ли то есть абсолютно каждый человек умеет мыслить как программист научитесь просто это выражать техничным языком всего лишь спасибо за доверие все получится так